Каменный храм Каменный храм Каменный храм В 1662 году строится первый деревянный здесь еще храм В честь преподобных Зосимы и Савати На этом месте проходил путь к великокняжеским ботам Зосимы и Савати, словецкие чудотворцы Всегда считались покровителями тех, кто занимался производством и сбором меда В середине XIX века в селе была создана земская школа В конце XIX столетия в Гальянове работали множество мелких ткацких предприятий Кирпичный завод купца Веденеева и свечной завод Московского епархиального ведомства В 1890 году колокольну надстроили третьим ярусом по проекту Василия Баранова Она украсилась буковичным куполом В советский период храм был закрыт На этом месте в Гальянове был устроен совхоз имени Десятилетия Октября Это свиноводческое предприятие Храм был закрыт в 30-е годы XX века И переоборудован под макаронную фабрику Чтобы не ставить фабричные трубы Колокольню храма приспособили для вытяжки дыма Предварительно разобрав у нее купол Кроме того, шлак из печей в течение десятилетия высыпался прямо на территории Когда храм был отдан церкви, то пришлось вывозить 120 вагонов мусора После макаронной фабрики храм использовали для хранения яда химикатов Само Гальянова становится с 1960 года как район Москвы В 70-х годах он активно застраивается И вырастает здесь как раз вот этот вот То, что мы видим, современный микрорайон И вот в 1090 году, когда стало возможным передача многих храмов Русской Православной Церкви Отдается этот храм 31 марта настоятель Портрей Владимир Тимаков Получил ключи от этого храма Чем страшнее была разруха, тем удивительнее его скорое возрождение За одну неделю десятки людей на добровольной основе расчистрили завалы Соорудили временный иконостас И спустя всего 7 дней была отслужена Первая Всеночная Под праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Со временем вновь засияли на солнце золотые кресты и купола Вновь поднялась к небу величавая колокольня И своим перезвоном приглашают людей в храм прославить Бога Если подойти к храму, то сразу можно увидеть, что арки, ворот, ограды храма Они все тоже украшены мозаиками, причем с такими цитатами священных писаний Да царствует Христос во веки, например, что тоже так символично в наше время Потому что тем самым напоминается людям, что царство Божие, оно вот здесь проецируется На этой территории в том числе И проходящий может задуматься о том, что вот за оградой царствует Христос А здесь, вне ограды, ну, как говорил Достоевский, мир во зле лежит Но этому злу можно противостоять и бороться Есть вот такой оплот, куда можно обратиться и где можно научиться этой борьбе Как жить этим царством? Потому что фактически каждый христианин, он должен научиться жить царством Вот все, что здесь мы видим, оно и стремится отображать это царство Поэтому отец Владимир так всячески украшает территорию храма Что она собой, как многие говорят, напоминает рай Даже помимо мозаичных каких-то фресок Здесь такой цветник замечательный Фонтан Это восьмиконечная, восьмиугольная звезда Вифлеемская звезда Роспись храма в стиле фресок XVII века начали с трапезной части Приглашены были прославленные потомственные мастера Брягины Работа с перерывами продолжалась 15 лет Необычная фреска пророк Давид Чтобы расшифровать, что на ней изображено, надо хорошо знать писание Ветхого Завета Предел в честь живоносного источника был устроен после того, как храм был вновь открыт Дело в том, что в этом месте не было как такового такого предела, а был сам источник Был ключ, который бил из земли К моменту уже открытия храма ключа этого как такового, в общем-то, уже не было Но отец Владимир так задумал, чтобы не оставить это без внимания И решил устроить на этом месте предел Предел назвали в честь живоносного источника Божией Матери Другие сюжеты росписи трапезной части напоминают о житии святых преподобных Зосимы и Саватия Если читать житие, то, как ни странно, Зосимы и Саватии фактически друг с другом не пересекались Но, тем не менее, один святой продолжает начинание другого святого И продолжает так, что устрояет целую обитель на Славках в том труднодоступном месте севера Устрояется же еще и духовная жизнь, ведь целая монашеская школа на Славках была В нашем храме совершается каждый раз в воскресный день во время вечернего богослужения Всушается Акафист преподобным Зосиме и Саватии в Славецке Четверик самого главного предела Зосимы и Саватии Был расписан довольно известным мастером и копиистом Фресок Дионисия Владимиром Гусевым Это его, наверное, последняя предсмертная работа Потому что, не успев даже нескольких росписей доделать Он представился и был также опет в нашем храме После смерти изографа Николая Владимировича Гусева Который был одним из ведущих специалистов в области древнерусской настенной живописи Работу продолжила его дочь В итоге к 2005 году все работы были завершены Иконы для вновь устроенного иконостаса пожертвовал настоятель храма Протеерей Владимир Тимаков Множество икон были собраны задолго до того, как ему вверили этот храм в реставрацию Это его было такое частное личное дело собирания икон И приведение их в надлежащий вид Потому что многие иконы требовали реставрации Трудность компоновки иконостаса заключалась в том Что нужно было из имеющихся икон Вот их так вписать в этот интерьер Соответственно нужно было как-то построить пропорции И саму композицию иконостаса Но тем не менее это удалось Причем так, что люди, которые приходят сюда и не знают, что здесь раньше было Они считают, что храм не закрывался никогда В нашем храме нет нечтимых икон Пожалуй, каждая икона имеет свое особое место и свое почитание Хотя среди особых, может быть, отец Владимир выделяет наши кресты У нас есть два креста Один из которых – это копия явленного креста В Годеново есть явленный крест, который явился И вот копия этого креста у нас тоже существует Другой крест тоже с непростой историей Старобрядцы, они считают, довольно ревностные хранители таких древних святынь Этот крест был каким-то образом старобрядцами получен из стен Кремля И они всячески ставили разные препоны Чтобы как-то сделать с него копию Никак невозможно было Но отцу Владимиру удалось даже с этого креста сделать копию Это уже отдельная история Но тем не менее, вот у нас все какие-то святыни имеют особую историю Распятие сделано по образцу того креста Который находится в старобрядческой часовне Московского Преображенского кладбища В оригинале на кресте надпись «Царь славы» на кресте Гальяновского храма Надпись была изменена «Иисус Назарей, царь иудейский» На еврейском, греческом и латинском языках, как это написано в Евангелии В нашем храме существует не один ковчежец с мощами Перечислить, наверное, все я сейчас не смогу Их очень много Тем не менее, могу, может быть, ответственно, но сказать Почти все, наверное, святые присутствуют в нашем храме своими частицами мощей Это два больших мощевика Также частицы мощей, которые вмонтированы в иконы Очень многие иконы, они вот такими частицами мощей снабжены И всегда, когда свершается день памяти того или иного святого И если в нашем храме есть частицы мощей То мы обязательно совершаем полилийную службу, как минимум Или всеночное бдение Тем самым, особенно такое, отмечая присутствие этого святого в нашем храме 24 года прошло с тех пор, как вновь для богослужебной жизни Открылся этот храм Не все люди приходят сюда с добрыми намерениями Забегала сатанистка, пытаясь застрелить священника По счастью, у нее это не вышло Приходила и другая одержимая Один из наших собратьев, священник Алексей Тимаков Как раз в этот день он служил службой После службы он услышал некие звуки разбитого стекла Сначала он не понял, в чем дело Но потом, когда это стало повторяться Он решительно вышел и увидел, что женщина Не знаю, что это было с ней, беснование Или это просто откровенный был акт вандализма такого Но, тем не менее, она замахнулась на икону святителя Николая Сначала, потом на другую икону, разбив стекло Святитель Николай икона получила повреждения Потом была реставрирована И вот у другой иконы, введение во храм Божией Матери Она была как раз священникам остановлена Предотвратили дальнейшие какие-то такие поругания Не знаю, что-то, наверное, не понравилось дьяволу Что он так ополчился Чтобы вот так именно в нашем храме осквернить эти святыни Икона святителя Николая, в которой застряло лезвие топора Теперь отреставрирована И следа не осталось от былого покушения К счастью, у нас в сотни раз больше людей Для которых посещение храма – это радость Всех жителей Москвы, и не только жителей Москвы Рады видеть в нашем храме, который открыт на протяжении всего дня Если не совершается богослужение, то храм все равно открыт И здесь есть дежурный священник Можно всегда прийти, помолиться Побывать здесь просто, посидеть даже на территории храма И вот вырвавшись из этого суетного мира Подумать о вечности, о своей жизни, о смысле И обратиться к Богу Вот, всегда будем рады всех видеть Богослужения совершаются в нашем храме регулярно Ежедневное богослужение утром и вечером В будние дни утром начинается божественная литургия в 8 часов утра Вечером служба в 6 часов вечера В воскресный день или в дни двундесятых праздников или великих Службы утром бывают литургии две Ранние в 7 часов утра и поздняя литургия в 10 часов утра Добраться сюда можно на метро Станция метро Щелковская Далее автобусом номер 3 и 68 Остановка так и называется Храм преподобных Зосимой и Саватия 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 Саватия